Привет, сейчас будет краткий пересказ фильма «Притворяющийся». Приятного вам просмотра. Аманда, красивая, но психопатическая молодая женщина, работающая архитектором, застает своего парня Пабло в постели с другой женщиной. В ярости она угрожает ему ружьем, а затем стреляет ему в пах, чтобы он никогда больше не изменял. После психиатра, назначенная для ее обследования в рамках судебного регулирования, определяет, что Аманда не испытывает угрызений совести по поводу своего поступка и, более того, считает, что сделала бы то же самое снова, если бы ей дали шанс. Позже Аманду увольняют, и она решает уехать из Сатьяга, уговаривая своего брата позволить ей переехать его в пустующую квартиру в Альпариасу. Решив, что ей нужно полностью избежать романтических отношений, чтобы и новая жизнь разрушилась, Аманда использует толстый костюм, нелестную одежду, зубные протезы, макияж и парик, чтобы замаскироваться под неухоженную женщину средних лет с детьми. После она встречается с Максом, местным архитектором, и соглашается на низкоплачиваемую работу в его офисе. Макс знакомит ее с другими струнниками своей фирмы, послушным женатым мужчиной Гильермо, интриганкой-блондинкой Карен и бабником Марселло. Аманда также знакомится с Марселло, и оба находят друг друга ужасно отталкивающими, поскольку Марселло отвратителен во внешности Аманды, а Аманду беспокоит то, как сильно он напоминает ей Пабло. После Макс выбирает Аманду, а не Карен, чтобы возглавить расследование проблемой технического обслуживания в одном из своих проектов, что злит последнюю. Марселло Гильермо сопровождает Аманду, но в основном позволяет ей делать всю работу, пока они смеются и делятся историями о женщинах и их занятии любовью. Аманда вынуждена снять часть своей маскировки во время проверки проблемы, которую Марселло почти видит, прежде чем Аманда светит ему глаза фонариком. После работы они с Марселло идут выпить. Аманда лжет Марселло, говоря ему, что у нее двое сыновей, и укоряя его за то, что он ищет от нее только любовь, а не настоящие отношения. В свою очередь Марселло говорит ей, что брак – это смерть любви, и в меньшайших подробностях описывает, какая именно женщина ему нравится. Позже Аманда, понимая, что это дает ей возможность, начинает играть с Марселло под своим настоящим именем, используя псевдоним Елена. В роли Аманды она постепенно начинает дружить с Марселло, который не удомевает, почему Хелена относится к нему неуважительно и обращается к своей коллеге за советом, как стать лучшим парнем. Карен, завидуя их близким отношениям, пытается поставить Аманду в неловкое положение, попросив ее привезти в офис своих детей. Аманда берет двух мальчиков-сирот у сочувствующего священника и замечает, что Марселло, похоже, нравится играть с ними. Позже научат его, как правильно готовить еду для Елены, а во время разговора с ним, после этого они, наконец, целуются. После Марселло приглашает Елену к себе домой и признается, что любит ее. Аманда, чувствуя, что Марселло не любит ее по-настоящему, потому что она привлекательна, убеждает ее переодеться в женщину и приковать себя наручниками к кровати. Затем она делает вид, что режет ему грудь бутафорским ножом и уходит. Прибывшая полиция освобождает его, но освещение в прессе превращает Марселло в посмешище. Затем Аманда общается с Марселло на работе и узнает, что из-за поступка Елены, Марселло поклялся никогда больше не быть женщиной, пока не женится. Следующим он и Карен начнут встречаться и вскоре они обручаются. Аманда убита горем, узнав о решении Марселло, но все же соглашается быть подружкой невесты Карен на церемонии. Когда приходит время Марселло произносить клятву, он внезапно замолкает. Затем Аманда чихает и у зубные протезы вылетают. Увидев, что ее улыбка, идентична улыбке Хелены, Марселло понимает, что эти две женщины одинаковы и без раздумий разрывает помолку с Карен. Этот фильм заканчивается тем, что Аманда и Марселло счастливы в браке и у них трое собственных детей. На этом все друзья, поставьте пожалуйста лайк, подпишитесь на мой канал и напишите свои мысли в комментарии. Также советую вам посмотреть эти видео и я желаю вам приятного дня.